Закладкой капсулы был дан символический старт в строительство первого дома для сотрудников таможни. Сейчас в Сочи в очереди на жилье стоят 14 служащих. Поэтому решение социальных вопросов в деятельности Федеральной таможенной службы один из наиболее приоритетных. Предельная стоимость одного квадратного метра жилья составляет порядка 30 тысяч рублей. На эти средства, в этом году там коэффициент каждый раз повышающий, в этом году по Краснодарскому краю это 34 тысячи рублей. Готовые квартиры невозможно купить. Такие деньги вы знаете. А в таком доме служебное жилье будет сдаваться под ключ уже с полной внутренней отделкой, оснащенной современными инженерными системами и оборудованием, соответствующим всем нормам и техусловиям. Подобные трехэтажные сооружения уже появились в прошлом году на территории Южного таможенного управления. Уже завершено строительство двух домов в поселке Янтарный рядом с Ростовом. Сейчас там строится третий дом. И вот четвертый дом мы с радостью отмечаем, что начинается активная фаза строительства в Сочи. И у нас есть определенные планы, определенные перспективы. Поэтому при поддержке финансирования, естественно, мы будем дальше продолжать эту программу. Смекная стоимость строительства трехэтажного дома в Адлере чуть больше 60 миллионов рублей. Для таможенников будут построены вполне габаритные квартиры от 33 до 80 квадратных метров. Пока здесь на территории производственной технической базы Сочинской таможни площадью 3000 квадратных метров работает строительная техника. Но уже через полгода здесь появится не только обустроенный 16-квартирный дом, но и благоустроенная территория с детской площадкой и парковкой на 10 машиномест. Место для новостройки было найдено с учетом всех необходимых для проживания условий. Рядом находится новая совершенно после капитального ремонта детская поликлиника, находится детская больница и районная больница. То есть и развитая уже устоящаяся система коммуникации, то есть и водоснабжение, и энергообеспечение. Здесь вопросов нет. Конечно, город приложит максимум усилий к тому, чтобы был решен вопрос о вводе в эксплуатацию. Кто из сотрудников Сочинской таможни получит ключи от нового служебного жилья, пока неизвестно. Но, несомненно, в приоритете будут очередники. Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.